Приветствую вас. Если кратко отвечать на ваш вопрос, то вам рекомендуется работа над собой, над уверенностью в себе и, значит, работа на, так сказать, трансформацию ревности. То есть вы все соревнуете, а ревность это в первую очередь эгоизм, ревность это в первую очередь чувство собственничества и, значит, страх потерять. И вот это все вам мешает. Это все не дает вам покоя и не дает нормальной возможности жить и наслаждаться тем, что у вас есть. А есть у вас довольно-таки их много. Это любящая жена, дети, значит, сестры во семейной жизни, которая, ну, в общем-то, как и любая другая, имеет, может быть, свои сложности. Вот. Это если кратко отвечать вам на вопрос. Теперь немножко более развернуто скажу. Вы говорите, что у вашей супруги есть такие вот определенного рода отмазки, которыми она пытается прикрыть якобы свое общение с другим мужчиной. Вы знаете, если вы будете нацелены на то, чтобы она вам доказывала что-то, если вы будете нацелены на то, чтобы она вас старалась доказать то, что невинно, например, то, что не виновата и так далее, то у вас, боюсь, ничего не получится. Потому что постоянно доказывать это действительно очень-очень тяжело. Постоянно доказывать это действительно очень изматывает. Поэтому вам необходимо, во-первых, отказаться полностью от идеи о том, что нужно что-то проверять. Во-вторых, если вы свою женщину любите, то вам нужно ей верить. Просто до тех пор, пока не будет явных доказательств того, что она вас обманывает вновь. Далее. Необходимо подумать, почему она начала вообще общаться с другим мужчиной. Почему она обращала на него, скажем так, свое внимание. Чем это было связано? Чего вашей жене, по вашему мнению, могло не хватать? Вот. Вот я очень рекомендую, чтобы вы об этом постарались как следует подумать. Ибо это очень-очень-очень важно. Вот. Этот момент очень важен, чтобы вы определили, что вашей жене может не хватать в жизни с вами. И вместо того, чтобы ревновать, искать какие-то там неувязки, какие-то там, значит, доказательства ее вины и что-то в этом роде, и вместо этого вам нужно посвятить всего себя тому, чтобы женщину делать счастливой. Ведь чем счастливее вы ее сделаете, тем меньше будет шансов, что у нее появится желание вновь общаться с другим мужчиной. И зачем? И зачем ей это делать, если у нее есть уже вы? Вот о чем я рекомендую вам подумать. Если вы ее любите, старайтесь сделать ее счастливой. Если вы ее любите, старайтесь, ну, старайтесь всего себя посвящать ей. Створясь чувствовать, что вы ее любите. Створясь не чувствовать, что вы в ней засомневаетесь. Далее. Далее вам необходимо, скажем так, ну, работа или, значит, корректировка вашей неуверенности в себе. О чем я говорю как раз вот в самом начале. То есть, если вы считаете, что она может общаться с этим мужчиной, там, грубо говоря, как-то, ну, в обход, например, вас, в обход вашим, там, предпочтениям, в обход вашим желанием и прочее, и прочее, и прочее, значит, вы чувствуете, что, или чувствуете, или боитесь, что вы в чем-то можете проигрывать вот тому мужчине, о котором идет речь. Соответственно, вы по какой-то причине считаете себя недостаточно привлекательным партнером, недостаточно сильным партнером, недостаточно ценным партнером. И это также большая проблема. Почему вы в себе сомневаетесь? В чем вы в себе сомневаетесь? Какие нужно предпринять действия для того, чтобы вам перестать в себе сомневаться? Вот в этом направлении вам нужно работать. Ваша жена не виновата, к сожалению, в том, что вы не уверены в себе. Ваша жена не виновата в том, что вы сомневаетесь в себе. Именно сомнение в себе заставляет вас испытывать ревность и стремиться к тому, чтобы ее проверять. Стремиться к тому, чтобы как-то вот убедаться в том, что она действительно делает то, что говорит. Если вы будете уверены в себе, то вы будете прекрасно понимать, что если ваша жена общается друг с другим, значит, с ним она более счастлива, чем с вами. И если вы делаете для нее все, что можете, то больше всего вы сделать не можете, вам не позволяют ресурсы эмоциональные и личностные возможности, то это значит, что с другим человеком она как бы более счастлива, чем с вами. И это нужно принять. Если вы ее любите, конечно, и в таком случае либо отпустить, либо дать ей понять, что вы знаете, что вы хотите просто, чтобы она была счастлива там, ну и так далее и так далее. Вот и все. Это при условии, что вы ее любите. А если вы не даете ей возможности, например, быть счастливой даже в мыслях, если вы хотите, чтобы она была счастлива только с вами, например, и чтобы она ни с кем больше не общалась, это опять же неуверенность в себе и желание через нее чего-то для себя добиться, чего-то для себя достичь. Вот. Следующий момент – это момент страха. Что это значит? Что значит момент страха? Дело в том, что вы, наверное, боитесь, что ваша жена от вас, ну как бы, уйдет. Вы боитесь, что она вас, например, бросит. Вы боитесь, что она действительно даст вам понять, что с кем-то общается и что там кто-то может быть лучше вас. Вот чего вы боитесь? Что за этим стоит? За страхом этого? Что за этим стоит? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Потому что пока вы боитесь чего-то, вы не свободны, к сожалению. Любой человек от него боится, он не свободен. И вот вам, чтобы быть свободным, нужно перестать бояться. Потому что страх – это не то, что делает отношения счастливыми. Я хотел бы, чтобы вы это поняли. Определите для себя, во-первых, предмет вашего страха. То есть конкретно, что на нем стоит. Какое негативное обстоятельство стоит за тем, что вы боитесь? Так ли оно негативно? Далее спросите себя, как вы, например, думаете. Так ли оно негативно? Далее спросите себя так. Что вы будете делать, если это произойдет? Составьте себе как можно более подробный план того, что вы будете делать, если случится все-таки то, чего вы боитесь. Вот постарайтесь просто подумать, что вы будете делать в этот момент. Как вы будете себя вести, если это произойдет? Чтобы не бояться. Чтобы быть готовым, в случае чего, привести в действие план, который вы создадите сейчас. Ну и, наконец, последнее. Последнее касается того, что вы спрашиваете себя, наступило ли то, чего вы боитесь. И если нет, а это еще не наступило, вы не знаете, наступило ли это или нет. Так вот, если это не наступило, то чего вы боитесь? С вашими страхами нужно работать. Их нужно рационализировать. Без рационализации ваших страхов ситуация будет усугубляться. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел бы вам сказать, это ревность. Каждый раз, когда вы ревнуете, вы думаете о себе, но не о своей жене. И каждый раз, когда вы ревнуете, вы оставляете свою супругу без своего внимания, без ласки, без любви, без нежности и так далее. Постарайтесь, пожалуйста, в тот момент, когда вы испытываете ревность, поначалу заставлять себя проявлять нежность, любовь, говорить, что это позитивно и так далее. И спустя 4-5 раз у вас это будет уже происходить на автоматическом уровне. И постепенно энергия трансформируется из негативной в позитивную. Но это только как решение, направленное на привычное поведение, на изменение привычного поведения. Если вы не будете работать со своими страхами и с неуверенностью в себе, что является как бы более глубинной проблемой того, что с вами происходит, то данное решение будет оказывать эффект, поскольку не сильно много, не сильно большой будет у этого эффект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!